Курская, Новосибирская, Пензенская, Владимирская область, Республика Коми, Великий Новгород. И это еще не все гости традиционного всероссийского конкурса «Русь мастеровая». Народные умельцы приехали в Чебоксары показать по-настоящему ювелирную работу. Хотя в арсенале у них далеко не драгоценные камни и металл, а просто-напросто золотые руки, которые из дерева, полотна, глины и многих других обычных материалов делают настоящие шедевры. Мои коллеги наслаждались красотой рукоделия. Троица сегодня, три птицы, семья, родное слово, собачка тут, и хлеб, и соль. Это в вашей родине, в вашем лице, от нашей Дивейской земли. Примите. Спасибо, спасибо. Я передам его в Национальный наш музей. Творите и приносите радость людям. Передавайте свой опыт молодому поколению. Сказал глава республики всем народным умельцам и поблагодарил всех гостей за визит в столь значимый день, когда Чувашия отмечает День Республики. Хочу пожелать здоровья, долгих лет жизни, и в то же время молодые юноши или девушки смогли вот это воспринять для себя, для дальнейшего продолжения этого труда. Чувашия всегда считалась не только краем 100 тысяч песен, но и 100 тысяч вышивок. В деревнях по традиции ткали и вышивали женщины. Сейчас этот вид ремесла стал редким, но к нему потянулись и мужчины. Наши Чувашии всю жизнь ткали в деревнях и везде. Каждой надо было одежду делать, все обмунирование, все делать. Вот ткали, основном женщины ткали, сейчас уже перестали ткать, теперь я для интереса ткал. Это у нас, только в России стало женское. А в других странах и сейчас мужчины ткут. Вот сегодня я ткал одно полотенце. Вон пошли полотенца. Только одно? Да. Вот это за шесть часов одно полотенце, очень тяжело. Своё мастерство в этом году представили 60 народных умельцев из 20 регионов России. Вышивка, резьба по дереву, керамика, ткачество и плетение. На глазах у зрителей мастера создавали шедевры. У меня авторские работы прославляют наш березовый край, наши рябиновые бусы, наши поля с ландышами. Как и в любом регионе, есть свои традиционные промыслы. Например, береста, лозоплетение, пуховязание и в том числе и авторская роспись. Но роспись, она у нас молодой промысел. Этот колодец является оберегом для молодой семьи, потому что принято в свадебном ритуале. Молодые жены подходят к колодцу, загадывают желание и кидают туда монетку. В основном на счастье, на любовь, все, что они хотят. Поэтому такой колодец я делаю. Уже здесь есть монетка, этот колодец из пензы, но принесет он счастье и любовь любым молодым парам. Гости из Новосибирской области привезли в Чебоксары глиняные игрушки. Несмотря на широкий ассортимент современных магазинных кукол, машинок и подручного материала, глиняные подделки очень популярны среди детей этого края. В Новосибирской области есть и музей традиционной народной игрушки. Там собраны работы опытных мастеров со всей России. Глиняная игрушка почему увлекает? Во-первых, это можно сделать самому. Понимаете, ко мне приходит ребенок, я его могу за руку провести, а кусочек глины к результату. И это очень вдохновляет, очень нравится детям. Среди такой красоты очень тяжело выбрать лучшее. Но все же победителя конкурса определить придется. Вручение приза главы республики победителю «Русь мастеровая» состоится вечером на Красной площади. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.